Всем привет, друзья! Меня зовут Денис Бирошевич, также известен под никнеймом Поречка. И сегодня я хотел бы с вами поговорить об одной очень интересной колоде, которую мне удалось составить фактически сразу после того, как Гвинт вышел в публичную бета-версию, то есть в ПБТ-стадию. Эта колода на механизмах, многие из тех, кто был на моем стриме, уже знакомы с ней, она фактически не видоизменялась. Архетип этот, сразу могу сказать, не очень популярен, наверное, вообще не популярен, потому что я не встречал копий своей колоды, даже похожих копий, даже вообще, в принципе, этих карт, даже вообще, в принципе, фракцию Королев Севера я очень редко встречал, за исключением, наверное, Фольтеста. Поэтому, я думаю, эта колода будет для вас любопытной, я также надеюсь, что эти выпуски вскоре приобретут регулярный характер и будут носить такой вот обучающий, пасхальный и развлекательный контент для всех моих зрителей, не только в прямом эфире, но и в записи. Эти видео, сразу скажу, будут похожи на нечто подобное, что делает Крепария, например, в своих роликах по Харстону, ну и многие подражатели для него. Я постараюсь сделать свой контент, хоть и похожим на это, но в будущем, надеюсь, что он будет все-таки как-то с этим расходиться. Но пока схема стандартная, сначала небольшой гайд, потом идет геймплейные видео, которые позволят вам чуть лучше закрепить усвоенные знания или просто повеселиться, если это будет нести у нее такой характер. Ну что ж, я поставляю вам сразу колоду, которая получила кодовое название Денис Де Машина, ну и вот так вот выглядит она. Она, наверное, не дешевая, тут есть 4 золота и 6 серебряных карт, которые, возможно, не у каждого есть игрока. А я говорю именно о таких картах, как Принц Теннис, Оператор, ну остальные, в принципе, у игрока на севере должны быть такие, как Детмайт, карты такие, как Подкрепление, Reinforcement. Ну, Двойной Кристальзур тоже не обязательно карта. Ну и так, давайте я расскажу немножко о составе колоды, да, и почему именно такие карты легли в ее основу. Ну, изначально я хотел сделать просто колоду на машинах, в которой будет много машин, они будут что-то делать, я увидел синергию между ними. Ну и, собственно, появилась новая механика, да, которая вот на английском называется Crewman. Заключается суть ее в том, что как только вот такая карта появляется на столе, да, у некоторых ваших машин есть способность под названием Fresh Crew. Она, собственно, если у вас, ну вот, и в этой способности есть какой-то дополнительный, видите, вот карта, когда выходит, например, на стол, она при выходе на стол наносит 2 единицы урона, игнорируя броню. А если имеется карта с способностью Crew, да, то есть вот такая вот, например, или вот такая, то срабатывает какой-то еще дополнительный эффект. В данном случае она повторяет способность при выходе карты на стол, то есть наносит 4 единицы урона, 202. Ну и тут есть различные виды машины, их на самом деле немного, вот одна из них, Требушет, да, это те, которые работают с Crewman. Есть еще одна машина, даже две, которая просто добавляет броню, кстати, вот эту я на самом деле еще и не пробовал даже, может быть, стоит попробовать на столе их, но и обычная Требушетка, то есть урона единица и никак не взаимодействуется с этим, ну, Тэнни. Так вот, я изначально, когда в теории крафтил эту деку, хотел просто много машин, чтобы убывалась энергия смотались, но у меня получилось так, что это была колода из 30к, поэтому по объективным причинам я решил отказаться от такой затеи и все-таки попытаться построить, наверное, что-то с машинами, да, но вот не так много их набирая. И я, почитав вот описание все-таки, что дает Crewman, да, вот сам Crewman и способности карт с этой фишкой, так сказать, я понял, что есть вот две самые сильные, наверное, карты, это вот эта вот баллиста, ну и укрепленная баллиста. Остальные же карты, их эффекты либо незначительны, либо требуют уж очень много усилий, которые ничего не дают. Так, этот Требушет имеет всего две силы и требует заполненного ряда у оппонента, что бывает нечасто. Ну, а эта, эта осадная башня, она добавляет броню, которая не так сильно нужна, ввиду того, что ее добавляют в кредерский осадный мастер. Так, ребят, суть колода состоит в том, что вы должны выставить на стол определенную комбинацию карт, изначально состоящую из вот этих вот усиляющих юнитов, да, а потом уже выставлять башни, которые будут делать, точнее механизмы и машины, которые будут делать за вас всю грязную работу. Перед этим, соответственно, рекомендуется укрепить все вот эти вот ваши усиляющие отряды, например, каким-нибудь божественным щитом, точнее, квеном, прошу прощения, от Кейры, и скопировать, например, оператором. Все это познавалось на мучениях и опыте, да, теперь расскажу, почему какая-то каждая карта была выбрана именно в этой колоде. Сразу скажу, что Яна Талис это какая-то, возможно, которая здесь абсолютно не нужна, и вы можете взять вместо нее любую другую карту, наверное, которая вам понадобится, ну, потому что он за все время, наверное, ну, вообще ни разу не сыграл, то есть сразу говорю, Яна Талис, то, что вы можете заменить. Можете взять Геральта Игни, будет вообще классно, можете взять, там, даже, может, ту же Икейника, Трис пробовать, все, что вам угодно. Но учитывайте, что тогда ваша машина будет не так эффективна, все-таки на Талис это десятка в любом случае. Далее, следующая карта, Цири. Полезна в том случае, если вы выиграли первый раунд, а это важно, выиграть первый раунд на этой колоде, то потом с Цири вы можете получить преимущество по картам, которые, в принципе, не так важны на этой колоде, но дает вам значительное преимущество все-таки в розыгрыше вашей комбинации. Кейра. Следующая карта, очень хорошая карта Крайс Севера, наверное, вот Маст Хев абсолютно в каждой колоде создает знак Квен, создает либо заклинание Эпидемию, ну, либо дает просто Гром на 12 сил и суммарно. Я использую лично все время, как изначально, вот я делаю ее как Квен, на вот этих вот осадных, на поддержку, да, Крайдвенскую осадную, потому что она становится, во-первых, получает плюс 2, Кейра и Квен теперь дают плюс 2, ну и вообще Квен дают плюс 2. То есть, она становится шестеркой под божественным щитом, четверкой ее очень много раз у меня забирали, поэтому я вот решил добавить Кейра. Ну и, собственно, следующая золотая карта, которая здесь присутствует, это Королевский указ. Скажу сразу, ребят, что Королевский указ это карта, которая есть абсолютно у всех, что делают эту колоду все-таки реальные для создания. И я понял, что тут не столь важны золотые карты в этой колоде, тут действительно важны, ну, необходимые комбинации, которые ты создаешь на столе. И если эти комбинации у тебя присутствуют, тебе не важно, какое у тебя золото, тебе нужны комбинации. Поэтому Королевский указ в данном случае позволяет находить Кейру, либо находить Цири во втором раунде, либо доставать Наталиса в конце первого раунда или третьего. Ну, это вот так вот по золотым картам. По Наталису он наносит, он заставляет все машины Северных Королевских, которые стоят у вас на столе, союзные нанести врагу, вражеским отрядом, по 2 единицы урона. Сам же он за каждый вот такой вот выстрел машины теряет по одной силе, минимум до единицы становится. У меня он всегда выходил восьмеркой, один раз вышел шестеркой, то есть это значит, что 4 машины у меня стоят на столе. Суть в том, ребят, что машин у вас будет мало на столе, но иногда бывает будет и много. Хайлайтом таким будет игра, которую вы увидите еще чуть попозже. Ну и, собственно, с чего мы начинаем? Обычно последовательность у меня такая. Я стараюсь всегда... Нет, давайте сначала не попозже, если я сейчас расскажу по серебряной карте, совсем про них забыл. Итак, тут присутствует оператор. Копирую я оператором очень часто кредленскую вот эту вот осадную поддержку, либо кредленского... Сидж-платформа, даже не знаю, как это переводится на английском. В общем, карту, которая возвращает механизм вам в руку, и затем немедленно его играет. Крюмен в этой колоде есть у данной карты, также есть у осадной поддержки, и еще есть этот крюмен у принца Стенниса. Видите, вот он очень важный. Я про него раньше забывал, но теперь не забываю. Поэтому оператор я использую обычно на вот эти вот самые карты с тегом крюмен, чтобы активировать способности моих механизмов более часто, и, соответственно, делать это несколько раз. Ну, теперь к Стеннису. Карта, которая не очень, наверное, сильная, такая же, как и Наталис, но играет чуть чаще, чуть чаще, ввиду даже того, что у нее есть вот этот самый тег. Имеет 2 единицы брони, то есть и 5 силы. Все равно умирает от грома, что весьма печально. Если бы она была восьмеркой, это было бы намного лучше. Получает бонус в виде того количества машин, которые у вас находятся на столе, через каждые 2 хода. Это неплохо, но, как я уже сказал, машин у вас будет стоять на столе крайне мало. Их всего-то в этой колоде 6 штучек. Так что вопрос, нужен ли он тут? Тоже подходящая идея для замены. Дракон Оквист. Замечательная карта, которая достается с двойного кристалла Зура, в том случае, если оператор у вас есть в руке. Это специальная комбинация, которая также мной была придумана. Он становится, соответственно, восьмеркой, что делает его убийство чуть более сложной вещью. Можно использовать во втором раунде вместе с Цири, для того, чтобы оттянуть время, чтобы в третьем добить вашего оппонента, или же добить его во втором. Ну и Дэдмальд, универсальная карта мага. В каждой фракции добавили мага, у которого есть чистое небо. Я считаю, что такая карта, ну, фактически, если у вас нет какой-то определенной идеи на колоду, она must have. Поэтому, тут есть и гром, если в случае чего, и погода, если вам нужно, вдруг ее использовать, будет наряд оппонента, вначале, какой-нибудь раунде, если уверены, что у него нету погоды у самого. И еще одна отличная карта, под названием reinforcement, подкрепление, которая позволяет сыграть вам отряд из колоды, и затем, собственно, зашафлить остальные обратно в нее. Вы можете разыграть как Оквиста, как оператора, также достать из тенниса, о чем, собственно, идет речь, да, либо достать необходимую вам карту бронзовую, да. Вот, собственно, серебро. Все позволяет чуть-чуть лучше прокручиваться. Вот эта, вот эта карта, привет, достает оператора, она изначально, напомню. Тот же колецкий указ, также прокручивает, в принципе, колоды, да. Как я уже сказал, вот эта не так необходима. Ну и теперь, собственно, перейдем уже к основному костяку колоды. Обычно я делаю как? Сначала я делаю оператором копию вот этой вот четверки. Затем я использую кейл, если она у меня есть в руке, и даю квен на эти же четверки. Внимание! Нужно сначала всегда делать оператор, а потом кейл. Таким образом вы получите не три юнита с квеном, а четыре. Это такая небольшая фишечка, которую нужно запоминать. После этого я смотрю по ситуации на столе, что мне требуется делать. Если у оппонента есть какой-то один юнит, который вам не нужно убить, например, он ставит оквиста, то я спокойненько делаю вот эту вот баллисту, которая носит два урона. Под вот этим замечательным господином она наносит уже четыре урона, потом я просто ее переигрываю двойкой, например, да, добиваю или что-то делаю еще. В общем, ну, просто чищу стол. Очень важно на этой в колоде соблюдать позиционку. То есть вы должны обязательно ставить свои карты так, чтобы о ней желательно вот этот крюмен срабатывал два раза. Машина должна стоять рядом с этой картой. То есть в данном случае, если вы хотите, чтобы механизм сработал, способность крюмена сработала два раза, вы должны поставить механизм между них. Учитывайте это. Тогда, собственно, она вообще сработает, получается, ну, обычно она повторяет Battle Cry, да, выхода на стол. Ну, и поэтому учитывайте это. Например, обычно я всегда ставлю в последний ряд вот так вот поддержку, да, после этого я играю какую-то машину, да, вот тут слева от нее. Дальнейший мой ход идет двойка сюда, поднятие этой машины, ставлю ее обратно же сюда, и она быстрее четыре раза. Потом, если противный мой использует погоду, я использую следующую двойку уже во второй раунд, поднимаю уже, допустим, механизм с этого места и могу либо передвинуть его обратно сюда, либо оставить его здесь и делать опять двойной выход на стол. Ну, или потом, допустим, опять использовать еще одну двойку, опять уже ее поставить во второй ряд и ей же поднять эту четверку, убрать ее из-под погоды и поставить сюда. Я думаю, вы поняли, к чему я клоню, то есть колода позволяет вам очень сильно менять местоположение на столе, потому что у нее абсолютно все юниты, кроме Дэтминта, Оквиста и Оператора, ставятся в любой ряд. Это очень сильно, я считаю. Поэтому тут только одна карта, которая может сбрасывать погоду. Ну, это такую мощную погоду, как, например, Ракнарек, да, или Засуха. Но, очень важная особенность, друзья, ввиду того, что, как я уже говорил, зачем копировать эту карту, она добавляет каждому вашему отряду, помимо того, что она дает бонусную силу, она дает и одну единицу брони. Поэтому это очень сильно защищает от погоды броня. Повторю, вы же понимаете, что вам снимают броню, а не силу, да? То есть у вас есть несколько ходов на то, чтобы вам просто сняло броню только, и вы ничего вообще не потеряли. А эту, машины, она, получается, усиляет еще на две брони и на две силы. То есть это очень огромный показатель, будьте внимательны. Ну и теперь, собственно, таким образом, подведу, не то, что итог, вот, по этой машине я прошелся, теперь вот эта машина, ребят, она очень сильная, и это, чуть ли, знаете, не ей, не хорошее, чаротейка, заклинательница. Смотрите, вы выбираете цель, и наносите ей, и остальным целям, с таким же показателем силы, одну единицу урона. Способность, собственно, если есть юнит с тегом crew, повторить выход. То есть, получается, допустим, у юнит, у врага стоит два отряда с силой 5, вы выбираете один, у которого 5, и он наносит, как бы, второму тоже огне, один с урона, у них останется по 4. У вас стоит crewman, вы нажимаете еще раз по этому юниту, и он еще раз снимает по единицу, и у них уже останутся тройки. И не важно, сколько юнитов, нет ограничений. У него может стоять 20 юнитов с силой 1. он убьет абсолютно всех. То есть, вы понимаете, насколько это мощно, да? Вы можете вот этой баллистой подгонять силой, например, а этой уже наносить вот этот вот урон массовый такой, да? Это и есть, собственно, win condition. Вы можете буквально за одну вот эту карту, comeback, ну, где-то 20 единиц силы, если у вас двойной crewman, ну, в сайте, в центр, собственно, поэтому будьте аккуратны. И, ну, еще разведчики рубайл, они нужны для того, чтобы находить вот эти двойки, либо находить кредвенскую осадную поддержку. Старайтесь всегда иметь вот, ну, не больше двух каких-то вот этих вот карт на столе. То есть, оставляйте себе задел под следующие раунды, иначе у вас, собственно, выйдет весь ваш стим, вот пар, он весь уйдет, и вы как паровоз, знаете, вы просто остановитесь. Огромный локомотив, который заставили остановиться. Вам нужно грамотно рассчитывать свою силу, понимать свои ресурсы, понимать, что вот без вот этого crewman, тега, да, вы вообще ничего не сделаете. Эта машина просто нанесет 6 единиц урона. Эта машина тоже нанесет 6 единиц урона. Фишка в том, чтобы нанести больше, поэтому, даже вот, учитывайте, что, хоть эта карта и возвращает механику вам в руку, и опять его играет, у нее есть тег crewman, то есть она тоже может позволять вам делать какие-то комбинации, не имея вот эту четверку у себя на руках. С теннис тоже самое. Не жалейте его, если он есть. Я понял, что не надо его сильно ждать. Ставьте его где-нибудь в середине, либо в 30% начала первого раунда. То есть, ну, примерно, прошло ходов на 30%, можете ставить его. Как правило, кстати, оппоненты частенько посылали, когда видели окрыста, поэтому тоже можете его ставить где-то в таком промежутке по времени. Ну и, в принципе, я вкратце все рассказал. Так долго я считаю, что это затянул момент, поэтому я предлагаю вам насладиться геймплейными роликами. Я желаю вам приятного просмотра. Оставляйте свои отзывы, комментарии и какие-либо предложения. Я буду очень рад их услышать. С вами был Паричко, друзья. Приятного просмотра и до новых встреч. Ребята, ну, Одрин, мне кажется, вот из Кембриджа или откуда, я не могу понять. Эх, Кринч, Кринч. Зачем овнить-то так? Я не понимаю. Зачем овнить? Нету четверки. Пять. Пять. Есть зато Дукарис. Сэрик, командирство. Не-не-не-не-не. Во-о-о. Так, теперь мне нужен оператор. Я сразу сделаю копию, потом кейру и я не повторяю ошибокандира. Следующий там на подъем в теннис либо в континг этих тушетиков. Две премиумки Крайгазом. Санцентехнологичный. just know you don't only people in the know will tell you the truth. Ребята, Одрин умеет, да вам виски? Вот реально. Ну честно, скажите, согласитесь со мной и согласитесь в целом сами. С этим просто нужно смириться. Четыре копии карты с визажственным счетом и плюс две атаки. Кейра вообще самое выгодное это дать эпидемик, который я уже не дам, сами понимаете. Начнем, пожалуй, вот так. Отличный смайл, блин. Только потом меня истерика ко мне придут из МВД, да, и скажут, дорогой господин по речке пройдите, пожалуйста, со снами тут, да? Я думаю, мне так и скажут потом. Фанат воробья! Ха-ха-ха! Ой, точно. Просто вот увидел оквиста и нажал пас? Просто увидел оквиста и нажал пас? Вы понимаете, что я просто карпу в игровую раунду? Ее надо пранчи ставить. Это факт. Это факт, ребята. Не-не-не-не, брат. Давайте я Цири так туда и потом, блядь, ее возьму. Это полезная, да, карта? Нет, Цири просто у меня есть, а ее могу поставить. Поэтому... О, единая. Не смотрят стрелы, ну а кто знает. Премиум карта, давайте понаслуждаемся. Премиум, мать его, карта. Это все, что я могу сказать. Премиум, я могу поделать эти грязи и в этом раунде, и мы его кинуем, наверное, поесть. Я не хочу. Это премиум туркмин. Это премиум, и я его выбрал. Вместо какой-то другой карты. Премиум. Я, кстати, могу Цири убрать, а потом ее уберут, если мы сейчас на поле ходим. Мне там сколько накеров? 50? Только не на Талис. Я прошу, я прошу, любая карта, любая, но не на Талис. Может, баллисты, это не так плохо. О, вот это хорошо. Салютации. Салютации. Тут главное не торопиться, вот, выставиться. Сейчас все поставить штуки свалить, да. Потом Оквиста убрать. Как он думает, наверное, сейчас, что у него он сыграет, да. Я уверен, он тут и будет, да. Ой, бедный Оквист. Не сыграй, я думаю, у тебя, друг. Сейчас бы игнорить, я тебя не игнорил. Я просто не знаю, о чем ты говоришь. Я вообще не понимаю, как ты понимаешь. Понимаешь? Нет. Приступаем, господа. Я еще три раза, правильно, не стреляю? Не, хорошо, что не выстрелил. Потому что стрелял я не три, а два раза. Я перейду на каждой 10. Я перейду. Я перейду. Я перейду. Я перейду на каждой 10. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Цири успеем поставить, ребят, успеем. Пока все пятерки важно пострелять. Неужели я вот что-то смог изобрести, что я еще не видел как бы много у кого? Мне реально, реально нравится эта колода. Она очень классная. На ней настолько сложно играть. Но если вот эта комбо, она у меня получилась буквально первый раз, когда настолько много удается поставить всяких башен, баллист и так далее. И Наталис сейчас, ребят, впервые за всю историю сыграет. Чувак додумывается дать сайленс в баллисту, которую я даже переигрывать не собираюсь. Да, мне поставить Наталиса. Я хочу. Я хочу. И Накеров нас создавал, он куча. Ну, он уже не выиграл. Кстати, он нас броняет? Нет, он без броней. Ну, смотрите, он почти выиграл. Ах, сейчас на позиционку облажаться. Ну и завершаем. Скетер оллет, мерия. Пи-пи. А, ну, всего две машины. Ребят, всего две машины. С чем ты играешь? Кипец. На монстрах парень решил поиграть. Хорошая игра и хорошая колода. Так, пора показать, почему меня называют машина. Пора вам показать, друзья. Почему же меня так прозвали? А, не-не-не-не-не. Дайте другое. Привет, Ливан, Ортего. Что делает подкрепление? Вызывает любого юнита. Ну, серебряного, в том числе, из вашей колоды, кроме золотых. Блин, я забыл музыку сделать погромче. Новый мир. Что, давайте так попробуем? Если он сейчас нажмет пас, это будет супер. Ну, вы поняли, да, друзья? Эпидемик. Батим на некст. Пас сейчас нажму. Он хочет выиграть этот раунд, я точно вижу. Привет, Рим, Айзек. Привет. Эдми, которая делает грязь из особых карт. Походу, она... Ну, окей, заберет она раунд. Что дальше? Мне же Цири тоже вернется. Он потратил, блин, нормально карту. Мне будет 10 карт. Ну, все, теперь это Эдми, которая не делает ничего. Ну, я немножко не подрассчитал, признаюсь, плей сейчас. Ну, что Саския, может быть. Зачем они музыку сделали, я не понимаю. Так, мне нужна четверка. Нет. 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 Feels good. Ой, зря он это делает, мне кажется. Сейчас Кей. And now something special. Я решил прокрутить колоду. Есть еще информация, что там есть погода какая-нибудь жесткая. И мне сейчас будет больно. Армор сейвит же от погоды, правильно. Так что будем сейчас надеяться на лучшее. Ну, Кейра нужна, это да. Для этого это хорошо. Для этого это хорошо. Еще лучше. Теперь достаю любую карту фактически отсюда. Блин, жаль-ка. Да, жаль-ка. And now something special. And now something special. А где звук? Звук потом говорит. Привет, злой. Привет, привет. На ютубе всем привет, ребят. Тоже. А что на английском так вдруг кто-то писал? Я не пропустил. А на английском, потому что на русском. Описание карт. Немножко мне смутили. Я бы играл английская звучка плюс русская. Описание карт. Ну, для зрителей, чтобы было удобно. Но потом что-то как-то мне стало сильно плохо. Ну, двойной крест, так, Зура. Ага, Квен. У тебя одна карта. Неплохо, неплохо. Неплохо, неплохо. Одна карта, да? Ну, давайте попробуем с чего начать. Ну, шестерки, наверное. Конечно, это рискованно. Ну, попробую с него начать. Как на севере играется? Ну, вот, стараюсь сделать его играбельным. Привет. Там, чувствую, много таких карт. Что такое? Зачем он это делает? Давайте, короче, с тенниса пока тогда сыграем. У него 7 брони, да? А, так там юнитов нет. Лоу, для чего это вы потеря? Вот так-то. Там один юнит у него. Ну, про нейтрали не знаю. Не читал. Два его вроде он урон, да? Чувак просто со всеми, да? С пылами. Ну, там, наверное, могут быть и чистые небеса. Три армора, а у него 4, да? У него 4 должно быть, правильно? Приятная колода, против которой можно поиграть. Хорошо. Понимаете, да, что сейчас происходит? Так, ну, это уже было 3 эпидемика. Я сейчас не так сильно боюсь. Поэтому все-таки я сейчас сыграю, наверное, Инжа. На ГГ с роботиагами не поздоровался. А на ГГ, блин, только ты, наверное, сидишь. А не, на ГГ флут еще есть. Не знаю, я на тебя. Привет, флут. Ну, сейчас пойдет жара. Заметьте, карт он еще не сыграл. Юнитов. Чистое небо, чтобы на таком беззателем никто... Ну, да. Скорч. Вау. Ну, у меня есть детренность. Давайте подождем еще одной, что ли, погоды. Там еще одна какая-то двойнюха будет. Двойнюха. Так, парнуха звучит. Да. Скорч, боль. Я просто не... Красивая, блин, анимация. Это же только броня. Так, ну этот там улетел. Сейчас он еще не отлетит, по идее. Я, конечно, заигрываюсь, наверное, сильно, да? Лучше он и так делать. Теперь бэтмаст. Вау, блях, сейчас будет боль. Надо все в один ряд и наставить. Больной ублюдок. Реально больной ублюдок. Я, причем, не могу что-то как бы негативное про него сказать. Ну, сейчас пойдем к чуваке, да? Неужели я могу хоть что-то наносить урон, хоть чему-то? Раз, два, три. Это стоит четвертый, да? Ну ладно, он у меня в один ряд все стоит. О, вот, сейчас мы пойдем. Сейчас мы пойдем работать. Вот это все нормально, ребят. Все, все идет по плану. Сейчас небеса будут идти, и вот сейчас они будут намаживать, но стениц будут тоже качаться от машины. Есть еще один лысый, да? Броня, конечно, сейвит неимоверно. Эта игра... Ну, я не знаю, я могу сказать, что она очень эпичная выдалась все равно. Хоть она играет на каком-то непонятном фоне, как кажется. Дерьме, прошу прощения. А, это не совсем так. Колода у него все-таки более-менее. Да, лысый, нормально. Я прошу прощения. О, хорошо, по армуру Блин, наверное, не хватит Он ударит как раз, когда стенис прокачается О, хорошо Жара, вообще жара Армор, армор, ребята Армор Ого, жарея Все, я точно делать гайд на машины Меня теперь никто не остановит Ух, у меня даже руки немножко дрожат Какое волнение лёгкое Да, эта игра, я думаю, на ютуб и пойдет Там две игры какие-нибудь... У меня со вчерашнего есть игра на ютуб И сегодняшнюю я точно загружу Это вообще жесть Армур просто засалировал.